Ну, отдельно я хочу обратиться к большинству, знаете, армянских, скажем так, пользователей социальных сетей, да, которые находятся там зачастую, многие из них, не в Армении даже самой, не в Арцахе, а там в других городах, все там, знаете, я вижу публичное посыпание головы пеплом, там, что все, мы все проиграли, там, все пропало, там, это самое, все у нас украли, начинаются поиски виноватого, там, и так далее, все, вот, там, знаете, Слезливые смайлики, все хочется сказать, ребята, пожалуйста, не делайте этого, прекратите панику, прекратите пораженческие настроения, не позорьте память погибших, раненых армянских солдат, ничего еще не закончилось, я вот здесь, наверное, сейчас в Армении, я вижу настроение людей, здесь нет ни у кого шока, здесь нет пораженческих настроений, здесь прекрасно понимают, что надо жить и надо продолжать борьбу, еще ничего не закончилось, Пожалуйста, не делайте этого, не радуйте вот эту турецкую сволочь, как говорится, вот, продолжайте борьбу, стисните зубы и работайте Я могу сказать так, что, условно говоря, да, какой был план Алиева, Эрдогана перед началом войны, о чем они не скрывали, о чем они сделали заявление, уже 27-го числа, первый же день, все мы знаем, что обстрелы начались утром 27-го, все метра, если я не ошибаюсь, вот, это самое, что Карабахский, ты называешь вопрос, они решат за неделю, да, они на это надеялись, еще раз говорю, условно, у них было подавляющее преимущество в живой силе, в технике, подавляющее преимущество, но, как говорится, скажите, пожалуйста, взяли они за неделю Карабах, Арцах, вернее, я решу турецкими словами, нет, не взяли, вот, да, было потеряно определенные территории, к сожалению, да, это было, вот, но основную задачу, задачу, да, основную, они не выполнили, столица, свободу, независимый Марцах и Степанагерт не взят, вот, город Шуши не взят, несмотря на их вранье, понимаете, не взят он, вот, то, что они закрепились на его северной части, говорит, вывесили флаг, это не значит ничего, весь Шуши у них не под контролем, давайте мы не будем слушать турецкую пропаганду, вот, и мы прекрасно знаем, учитывая склонность Алиева к его дешевым понтам, если бы весь город был бы под их контролем, то он был бы там, он был там, нет, вот, поэтому, столь сдачи они не выполнили, и вот именно стойкость, мужество, героизм армянских солдат спасло Арцах и его народ, я повторяю еще раз, ничего не закончилось, я желаю всем армянам, всего мира, в особенности тем вот ребятам, которые сейчас ранены, которые, кто-то может там растерян, кто-то еще, ребят, стисните вы зубы, вот, это самое, мы должны драться, должны продолжать бой, и мы обязательно победим, вот, по-другому никак, давайте помнить, вот, я понимаю, да, я сейчас пытаюсь удержаться от непечатных слов, вот, что говорит противная страна, во всех отношениях противная, да, знаете, давайте помнить, так, когда я слушаю здесь, что, ну, это проблема Арцаха, а вот эта проблема, не надо делить свой народ, и Арцах, и Армения, вы одни и те же армяне, и давайте помнить так, что они растянули свои зубы уже не только непосредственно вот с полной территории бывшей НКО, да, они сейчас, их пропаганда вообще трубит, что там Ереван, это часть, кого там, Бакинского ханства, да, если я не ошибаюсь, что там Сюник их, что Зангизу их, понимаете, если сейчас вы будете делиться, что вот мы там, Карабах это туда, а это туда, это их проблема, это их, вас разорвут по одному, и там вы станете цыганами, курдами, людьми без Родины, вот этого они добиваются, поэтому помните, драться за каждый метр из земли от рубли не был, из Гюмри, не знаю, из Заштарака, из Еревана и так далее, не делите себя, деритесь до конца, только так вы победите, ваша сила в единении, и вашему народу сейчас нужно, в первую очередь, единство, забудьте все обиды, все простите друг другу, разберемся после войны, когда закопаем их, вот тогда разберемся, сейчас, драться и держаться, знаете, если посмотреть сверху на Армению, ну так вот, да, ретроспективно, да, сверху, с высоты полета, знаете, вот, ну, как вы знаете, да, Италия, она похожа на собок, да, на собок, вот, это самое, Россия чем-то напоминает, там, не знаю, ну, коня там или медведя, да, вот как-то так вот, да, голову, да, вот, вы знаете, Армения мне напоминает такого маленького львенка, который готовится к прыжку, Ребят, берегите этого львенка, обязательно берегите, вот, а мы поможем, и чтобы львенок стал сильным, здоровым, вот, и чтобы он отбил этих турецких шакалов, с нашей помощью, как говорится. Что еще могу сказать, я искренне желаю всем раненым, всем, кто немножко там наглоблен эмоционально армянам, поскорее прийти в себя, быть здоровыми, сильными, встать в строй. Каждый из вас нужен Родине, каждый из вас нужен Родине, и Родина ждет каждого из вас, и мы должны бороться, и мы обязательно победим. Давайте вспомним историю армянского народа. Сколько раз казалось, что уже все, уже ничего нету, давайте вспомним, об этом говорить, вон, Сардарападское сражение, вон, Арцарская война 90-х годов, все, тогда еще было хуже, поверьте мне. Тогда у них, это самое, под контролем были, в том числе и те районы, которые сейчас находятся под армянским контролем. Все, понимаете, саранча шла вперед, раздавили, раздавили, надавали им по мозгам, надавали, а что им это опять мешать сделать? Только тогда в 90-х никто там не ревел, не плакал, там в панике не бегал. Тогда все вставали и дрались, вот и сейчас должны все встать и драться. Не обязательно все на фронте, кто, как, может. Вот, поэтому, знаете, пользуясь случаем, я хотел бы искренне поблагодарить вот тех людей, которых я встретил на своем жизненном пути. Они известны и неизвестны, их кто-то знает, кто-то не знает вообще, как говорится. Вот. Но в основном это тихие, скромные люди, которые, вот знаете, вот именно эти люди сейчас живут по принципу, все для фронта, все для победы. Понимаете? Действительно, вот это великие люди. И вот я считаю, что те армяне, которые не могут по определенным причинам, я знаю, что не обязательно, знаете, вот как вот это самое, если не был на фронте трус, да нет, всякие бывают ситуации, всякие. Вспомни, давайте, Великую Отечественную войну. Каждый предупреждал победу, как мог, как говорится. Кто не мог драться, тот не знаю, что вставал к станку и делал патроны. Вот. То есть отдавали все. Сейчас не надо думать о заработке, о чем-то еще. Сейчас надо думать о том, как нам выжить, как нам победить и как сохранить свою национальную идентичность. Я просто хочу вкратце поблагодарить каждого из этих людей.